Добрый день, друзья! Выпекание кулича – одна из главных пасхальных традиций, которая имеет свою магию. К выпеканию куличей всегда готовились заранее. Создавали позитивную атмосферу в доме, наводили порядок, читали молитвы. Происходило все это в тишине и покое. Семейные рецепты пасхальных куличей передавались из поколения в поколение. Сегодня хочу предложить вам свой рецепт куличей или пасок, как принято их называть в моей семье. Для замеса теста нам понадобится мука, молоко, яйца, сахар, соль, дрожжи, ваниль, сливочное масло, изюм и сушеная клюква. Точное их количество я укажу в описании под видео. Итак, приступим! Первым делом размешиваю яйца и желтки с солью. Добавляю сахар. Растопленное сливочное масло и ванильный ароматизатор. Далее растворяю дрожжи Добавляю теплое молоко и выливаю всю сдобу. Хорошо размешав содержимое чаши, в несколько приемов ввожу муку и замешиваю тесто. Смазываю руку растительным маслом и продолжаю замес еще 3-4 минуты. Высыпаю остаток муки. Добавляю к ней изюм. Мука обволакивает изюм и это помогает ему равномерно распределиться по тесту. Вымешиваю еще минут 5 и тесто готово. Оно получается мягким, вовсе не липнет к рукам. Переношу его в чашу, смазанную растительным маслом и оставляю на расстойку на 1 час. Тесто поднялось. Делаю первую обминку и оставляю в теплом месте на расстойку. Прошло еще полтора часа. Тесто за это время хорошо поднялось и готово к дальнейшей работе. Смазываю коврик растительным маслом и переношу на него нежное воздушное тесто. Затем отщипываю небольшую часть, округляю ее и помещаю в форму, смазанную растительным маслом. Данная заготовка должна занимать примерно одну треть объема формы. Заполненные формы оставляю в тепле. Тесто должно подняться чуть выше верхнего края формы. Для этого понадобилось 50 минут. Отправляю паски в духовку, разогретую до 175-180 градусов на 30 минут. Извлекаю куличи из формы сразу после выпекания. Оставляю их до полного остывания. Украшать куличи буду сахарной глазурью или помадкой, для приготовления которой нам необходимы сахар, вода, желатин и лимонная кислота. Их точное количество будет указано в описании под видео. Заливаю водой быстрорастворимый желатин. Далее отправляю в кастрюлю сахар, воду и ставлю ее на средний огонь. Постепенно сахар будет растворяться и наш сироп начнет кипеть. Весь сахар растворился. Кипение активное по всей площади. Уменьшаю накал плиты и провариваю еще минуты 4. Затем добавляю 3-4 капли лимонной кислоты. Перемешиваю и снимаю с огня где-то через минуту-полторы. Переливаю сироп в чашу. Остудив его до градусов 50, помещаю в него набухший желатин и размешиваю до полного растворения. Затем на средних оборотах миксера начинаю взбивать жидкость. По мере взбивания она начнет белеть и увеличиваться в объеме. Чем дольше взбивать сахарный сироп, тем гуще будет его консистенция. Поэтому руководствуйтесь своими пожеланиями. Если хотите тоненькие потеки на куличах, то взбивайте до появления легких следов от венчика миксера. Если пышную шапочку, увеличьте время взбивания. Я взбивала глазурь до плотного состояния. Вы видите, что нарисованный узор держится на поверхности, не растекается. Для того, чтобы в процессе работы глазурь не схватывалась и с ней было легко работать, миску можно поместить на паровую баню. Украшаю пасочки глазурью и кондитерской посыпкой. Глазурь на паровой бане нагрелась и стала более жидкой. Поэтому на двух куличах я сделала подтеки. Высыхает такая глазурь примерно за 8 часов. Я украшаю куличи вечером, а на ночь оставляю их подсыхать. На следующий день глазурь уже не липнет. Там, где слой потолще, при нажимании мы видим, что она словно пружинит, но не прилипает к рукам. При нарезании данная глазурь не крошится и не трескает. Теперь посмотрим на кулич в разрезе. Он хорошо пропеченный, равномерно пористый, воздушный и очень мягкий. Вкус у него в меру сладкий. Вот такие пасочки. Воздушные, пористые, нежные, ароматные и вкусные. Я желаю вам вкусных куличей и счастливых пасхальных дней в кругу семьи. Если видео было вам интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok